добрый день начинаем вебинар из цикла вебинаров моя профессия трейдер на примере аналитической торговой системы золотой крест как прежде я упоминал буду повторять основные положения для более четкого понимания это необходимо для того чтобы трейдер привык к системному анализу при наличии собственно торговой системы вы на примере торговой системы мог бы создать свою систему или правила усовершенствовать это торговая система построена на выяснение локальных экстремумов цены как внутри сессии внутри дня недели или торгового цикла на сессионных торгах тихоокеанской азиатская европейско-американская и в том числе локальные экстремумы цены могут определяться по хай-лоу любого бара то есть это универсальный подход затем трейдер выясняет рейд цены ценовой канал где находится цена по отношению к предыдущему таймфрейму во флете или тренде ценовые уровни принимает соответствующие решения об открытии и закрытии позиции в тех анализе применяется поиск дивергенций и конвергенций от больших таймфреймов к меньшим любая торговая система на примере сегодняшнего вебинара я покажу может быть построена на примерах индикаторов торговой платформы mt4 чем это вызвано мне пришлось два раза возвращать установки компьютера заводским установкам то есть полностью моя торговая система с оригинальными индикаторами была снесена но это неважно в торговую систему входят следующие правила управление капиталом процент который вы выделяете на сделку или на ряд сделок как вы управляете выделенными средствами и каким образом рассчитывается риск менеджмент то есть риск потери и риск приобретения основные правила психологического подхода это 4t торговая система психология трейдинга трейдинга как психология технический анализ по фундаментам по фундаментальным данным техника и тактика трейдинга то есть достаточно простые правила и также на сегодняшнем вебинаре рассмотрим новостной режим межжирночный анализ в частности ситуацию по евро юсд австралийский доллар юсд юсд японская иеном и в связи с приближающимся завершением программы смягчения рынков то есть стимулирование денежными средствами рынков это примерно 2014 год то есть рынки начали уже успокаиваться золото пошло резко вниз каким образом это отражается на финансовых инструментах то есть правила торговой системы достаточно простым на примере недавнего так сказать состояния компьютера я покажу как строить торговая система на индикаторах доступных в торговой платформе то есть эти индикаторы вызываются простым кликом и в принципе эту торговую систему gold cross я могу построить даже на индикаторах которые находятся в торговой платформе это не очень сложно главное иметь хорошо разработанные правила ну в частности по динаполе если перенести стахастик нам акт то получится торговая система которая назвал золотой кейс то есть торгуем в любом направлении с прибылью это основное правило под которое подбирались и таймфрейм и изучался историзм движения цены настройки стахастика доказаны что 833 наилучшие настройки для стахастика и поэтому нижние индикаторы совершенно спокойно могу убрать то есть вот нормальная торговая система построена на индикаторах который предоставлен платформой mt4 при переключении на большие таймфрейма я начинаю с недели обычно анализировать видно что евро находится в коррекционном канале канал сужается предыдущий хай не был преодолен это уровень 134 800 136 800 то есть получается евро находится в даунтренде и это основной уровень являющийся на текущий момент уровнем сопротивления при простой разметки графиков определение хай-лоу привычного уровня пробой уровня это пробой уровня и возвращение в торговый канал то есть практически эти две фигуры равнозначны но преобладание тренда вниз соответственно нужно искать ближайшие ценовые уровни от которых можно становиться в продажу тем более что новостной режим говорит о том что евро склонна к продаже это видно по новостям новости конечно спекулятивны но тем не менее обычно в новостном режиме часто проявляются последующие настроения и в частности по календарю по еврозоне в общей совокупности видно снижение и спад производства и нисходящий тренд то есть по новостному режиму видно что португальские проблемы увеличиваются усиливаются по кипру много неясностей это очень большой ток средств именно в еврозоне в германии недавние новости безработица немного снизилась но на очень высоком уровне снижение производительности производства unemployment rate то есть весь евро сектор находится в понижающемся тренде и нужно пользоваться для открытия позиции на продажу смотрим именно германию сфера услуг снижение розничные продажи выросли это летний сезон гроз доместник продакт валовый доход падает ставка осталась на переднем уровне недавнее резкое движение по евро вниз по франции одна из основных стран снижение торгового баланса снижается заказы находятся в отрицательной зоне по евро торговый баланс немцев снижается германия согласие потребителей инвесторов ухудшается инвесторов по месяцам снижения выпуска продукции в индустриальном секторе и подтверждением этому всему является понижающийся тренд то что постоянно выступают представители европейского центробанка и каким-то образом поддерживают евро то есть ситуация по евро ухудшается приближается саммит по еврозоне перед каждым саммитом это особенность новостей евро начинают держать на некотором уровне и потом следует движение или до верхней торговой зоны ценовой канал или до нижней торговой зоны после этого инвесторы снова принимают решение то есть по еврозоне ожидается снижение до 1.28 и скорее всего евро будет колебаться именно в этом пределе к тому же все эти данные которые говорят о валютах убежищах в частности о швейцарском франке поскольку ситуация в Америке начинает стабилизироваться то швейцарский франк начинают продавать это видно на недавних трендах по паре USD швейцарский франк австралийский доллар корректируется до примерно 0.85 5.86 и соответственно поскольку Америка выбирается из кризиса то скорее всего это тенденция общемировая европейские рынки начнут понижаться если посмотреть на индекс DAX основной индекс по еврозоне СНП что он четко уперся в коррекционный уровень примерно пополам от хай цены и находится в коррекции в то же самое время индекс по СНП 500 американская промышленность и новостной режим по Америке индекс продолжает рост значит таким образом совершив беглый анализ трейдер выбирает пару это так называемый межрыночный анализ что к чему приведет по паре USD японская иена ожидают уровня 104 возможно 108 некоторые аналитики предполагают движение до 110 сети таким образом очень выгодно сейчас приобретать пары которые находятся так называемые карри трейд по отношению к японской иене если по паре австралийский доллар американский доллар ожидают уровня 0.85 четкая поддержка образовалась на уровне 0.90 то скорее всего по кроссам австралийский доллар будет расти против японской иены и канадца то есть таким образом совершается беглый технический анализ по фундаментальным данным и трейдер принимает самостоятельное решение все своповые позиции австралиец против американца япона канадца и швейцарского франка все плюсовые комиссии при покупке то есть перенос позиции через ночь тройной слоп со среды на четверг и это очень удобно то есть трейдер каким-то образом страхует позиции даже если он торгует картосрочно в том числе в надежде получить слоповую позицию то есть вот пример беглого анализа по финансовым рынкам и подбор инструмента как ни странно золото сейчас корректируется вверх но по золоту ожидает уровень примерно тысячу двадцать пять тысячу сто то есть к этому уровню уже золото стремилось таким образом это скорее всего коррекционные движения сроки по изменению уровня ночной ситуации с учетом того что период летних отпусков это возможно движение которое начнется в конце августа сейчас скорее всего основные пары мажоры будут торговаться в ценовом канале это понятно да я переподключусь и продолжу то есть информация поступает из различных источников главная задача трейдера правильно все проанализировать то есть сегодняшний вебинар в основном касается межрыночного анализа и взаимодвижения валютных пар выбора пар которые удобно и удачно для торговли сейчас я скину еще один календарь вернее покажу его это календарь который показывает полные данные по текущей ситуации данные получают с различных сайтов то есть два календаря у меня и эти данные новостные дополняют друг друга календарь легко настраивается все основные новости выделены и обусловлены то есть смотрим по еврозоне встреча министр финансов в Брюсселе опять выступление драги снижение продуктивности немецкой промышленности везде снижение как год к году так и месяц к месяцу снижение доверия инвесторов ну и другие негативные новости по европе то есть нынешняя коррекция по паре евро и есд обусловлена больше всего тем что министры финансов собираются на встречу на саммит этот календарь свободное окно с автоматическим давлением можно взять вот по этой ссылочке то есть таким образом вся деятельность трейдера сводится четкому соблюдению правил выяснению тенденций на текущий момент основная тенденция по паре вернее по рынкам как межрыночный анализ приросте американской промышленности увеличение торгового баланса и снижение торгового баланса еврозоны в частности торгового баланса по Германии приводит к тому что индекс немецкий индекс FDAX находится в зоне перекупленности то есть можно занимать вскоре короткие позиции по этому индексу почему коррекции по DAX будут очень резкими это скорее всего при выходе каждой новости именно по Америке значимые новости или в конце европейской сессии начале американской сессии то есть это сессионная торговля так называемый таймфрейм в интродэе пути к океанской сессии азиатской сессии европейской американской то есть каждый из этих таймфреймов как сессия имеет лоу хай лоу или хай лоу хай то есть это так называемая торговля в ценовом канале в этом случае применяются техники работы или в ценовом канале обычно хай или лоу тот или иной финансовый инструмент достигает к середине торговой сессии потом начинается закрытие позиций и следующие торговые техники это работа на пробой ценового канала то есть по золоту это было очень хорошо видно по сообщению ставки центробанка европы и англии работа на пробой ценового канала то есть резкий выход из флета тем более что долгосрочность накопления ценового уровня были значительными каждый раз это приводит к тому что происходит резкое движение цены то есть работа на пробой таким образом как интродетики сессионная торговля можно применять все эти три техники то есть работа внутри ценового канала таймфрейм сессионный работа от хай-лоу то есть от начала сессии к середине сессии по окончании сессии и затем работа или на покупку или на продажу то есть скорее всего это две техники внутри канала и на пробой канала теперь перейдем именно к анализу ситуации по евро конечно новостной режим нужно читать очень грамотно и аккуратно вот в частности евро доллар демонстрирует некоторое восстановление скорее всего это фиксация прибыли по коротким позициям нежели улучшению настроения участников рынка и выделяются два уровня до которых евро может дойти 1.28 и 1.26.50 по фундаментальным уровням если проверить наличие совокупных позиций трейдеров то видно что предложение евро со стопами сверху ограничено и таким образом образуется ценовой канал который можно очень спокойно отработать то есть новости нужно читать не просто как рекомендацию к совершению сделок но и рассматривать в ценовом канале на примере или сессионной торговли или на более глобальных уровнях от недель к суткам в этом случае совершение сделок совершается на четырехчасах на четырехчасовом графике при том что любая торговая система может быть собрана совершенно спокойно на индикаторах МТ4 почему так сказать я повторяюсь об индикаторах МТ4 потому что индикаторы которые встроены в МТ4 не тормозят работу терминала соответственно они имеются и в индикаторах и в пользовательских индикаторах в пользовательских индикаторах их можно менять настраивать переписывать корректировать и так далее то есть вот примерный уровень цен видно что везде потеря интересах евро средний спрос средний спрос средний спрос средний афера средний афера средний афера везде средний афера и крупный опционный барьер на 1.28 скорее всего после этого опционного барьера будет резкая коррекция евро потому что опционные барьеры и трейдеры работающие по опционам получают премию за удержание опционного барьера то есть это один из финансовых инструментов которые торгуют крупные трейдеры таким образом по краткому анализу календарь новостной режим новостной режим и анализ по ценовым уровням везде видно падение интересах евро средний афера и ценовой канал в 200 пунктов то есть это хороший ценовой канал в котором можно поработать и внутри канала и на пробой канала вопросы по теме вебинара у вас возникают я прошу задавать их в чат то есть таким образом на примере представленного новостного режима хорошо виден ценовой канал обозначен в 200 пунктов по евро можно поработать в течение следующих нескольких месяцев и скорее всего при анализе текущей ситуации видно что внутри этого ценового канала обозначенного по евро при новостном режиме анализе по фундаментальным данным именно технический анализ евро скорее всего склонно к падению то есть до предполагаемого уровня 1.26800 к тому что образовался очень сильно флетовый канал накапливаем в течение нескольких недель и евро находится в этом ценовом канале то есть скорее всего это разворотная ситуация на следующий ценовой уровень 1.26800 то есть этот ценовой уровень также доказан историческими данными почему эти ценовые уровни лучше всего торговать потому что свободные рынки как таковые закончились и начались регулируемые рынки в этом регулируемом рынке видно что в принципе по фибу анализ беглый визуальный евро не дошло до нижней границы и немного превысило верхнюю границу ценового канала то есть трейдер должен проще относиться к открываемым позициям именно расторговаться это так называемое сужение торгового коридора если его обозначить при помощи простого графического анализа можно найти примерно по времени разворотную зону в которой окажется евро вплоть до того что это разворотная зона или зона торговли образование нового тренда будет формирована ну с отличием по времени сутки может быть двое то есть это ценовая зона пересечения линий нисходящего тренда и линий канальной стратегии в данном случае образуется это примерно в октябре месяце в середине это соответствует именно сезонной торговли по евро и скорее всего будут развороты вторая зона выхода возможной коррекции евро это уже 2015 год это на неделях анализ прогноз по еврозоне негативный на 2014 год соответственно евро скорее будет находиться во флете до появления каких-то важных экономических новостей в частности по странам участницам евросоюза таким образом все это нужно учитывать видно было что сохранение банковских ставок на прежних уровнях по англии член ес по германии привело к тому что евро резко скорректировалась вниз это недавнее движение сейчас происходит обратная коррекция и скорее всего следующий ценовой уровень который евро будет преодолевать будет уровнем сопротивления это на уровне 1.29 таким образом производится беглый анализ выясняется сессионное движение ну в частности возьмем по полчаса таймфрейм учтем что встреча министр финансов еврозоны начинается и саммит по еврозоне это скорее всего доказано уже на истории рассмотрений фундаментальных данных евро просто держат на плаву после этого в зависимости от решения них мы узнаем где-то дня через два через три появятся в свободной прессе будет последующее движение по евро то есть сейчас работают очень хорошо пробойные стратегии именно на пробой ценового канала поэтому я обычно держу очень много инструментов бегло просматриваю их это центробанк англии оставил ставку на прежнем уровне опять коррекция страна еврозоны америка америка видно пытается развить в связи со снижением количества послабления то есть вливание в экономику страны денежных средств и это будет выражено тем что доллар продолжит рост ну до уровня предполагают сто восемь может быть сто десять то есть после саммита еврозоны очень спокойно можно принимать решения вопросы возникают у вас задавайте пожалуйста колстов чат то есть каждый раз анализируя новости зная принцип взаимовлияния на различные рынки то есть финансовые инструменты индексы производные трейдер совершает выбор финансового инструмента финансовый инструмент в отличие от товарных контрактов об этом немножко позже обычно формируют значимые ценовые уровни от которых происходит дальнейшее движение в зависимости от новостного режима то есть на самом деле нужно научиться бегло анализировать текущую ситуацию и принимать решения по открытию или закрытию позиции по риск менеджменту как одна из составляющих позиций торговой системы я каждый раз принимаю решение где-то ввести в рынок капитал не более 20% от депозита при этом рассчитываю риск менеджмент то есть управлением введенной суммой в рынок при расчете позиции минимум один к двум с половиной то есть риск потерять средства к риску приобрести средства то есть профитная позиция должна как минимум быть выше позиции потерь два с половиной четыре тренды обычно выясняются от ценовых уровней от больших таймфреймов для этого трейдер может иметь несколько графиков ну минимум два графика хотя бы суточный четырехчасовой и если определяется ценовой уровень сужение торгового диапазона или ценового канала направление движения цены при внутрисессионной торговле то принимается решение торговать или внутри канала или на работе ценового канала то есть каждый раз теханализ основывается на фундаментальных данных фундаментальные данные лучше получать из независимых источников почему очень часто страна заинтересованная в хорошем так сказать описание собственной экономики надо пользоваться данными различных новостных агентств это позволяет более точно подойти к принятию решения и каждый раз если трейдер читает что тот или иной банк или крупный фонд занимает ту или иную позицию по финансовому инструменту то необходимо учитывать что в этом случае в этой новости представлены финансовые инструменты публиканта то есть есть некоторый интерес для этого нужно пользоваться так называемый коммитненсов трейдерс это отчеты по позициям которые были совершены на прошедшей неделе если сокращается позиция на покупку увеличивается позиция на продажу то нужно еще выяснить и опционные уровни ну в частности вот опционные уровни на сегодня на текущий день по евро доллару 1.27.50 28.30 29.30 31 31.15 то есть опционные уровни располагаются в очень узком ценовом канале по евро видно по паре доллар и иена видно что опционные уровни также находятся в очень узком ценовом канале соответственно рынок сейчас стабилизирован стабилизировался по новостному режиму это проведение встречи министров финансов и скорее всего этот уровень будет поддерживаться в пределах 1.28.29 на протяжении всей встречи фунт доллар также корректируется вверх соответственно после окончания встречи трейдер более свободно он может принять решение по франку ситуация интересна тем что в принципе экономика США восстанавливается это это и о том что из франка будут выходить трейдеры то есть будут продавать соответственно наиболее оптимальные своповые позиции у австралийца тем более что торговый баланс Австралии сейчас благоприятен то есть скорее всего учитывая положительную своповую позицию можно заходить именно по паре австралийский доллар франк австралийский доллар и австралийский доллар канадец то есть таким образом различия между фундаментальным анализом и техническим анализом практически отсутствует вопросы будут у слушателей то есть если у вас есть вопросы скажем по какому-то финансовому инструменту на основе торговой системы можно проанализировать конкретный инструмент сегодня пять инструментов посмотрели ну в частности я могу еще остановиться на товарных контрактах по пшенице и кукурузе очень интересные торговые контракты товарные контракты торгуются они сессионно и показать примерно уровни и показать торговые уровни именно по продуктовым контрактам по пшеницам по пшенице новости можно получать с сайта международная продовольственная организация то есть по всем продуктовым контрактам ожидается снижение спроса на пшеницу за счет высокого производства в северном полушарии как по пшенице так и по кукурузе по бразилии поставки сахара увеличиваются основной поставщик поэтому сахар находится в глубоком даунтренде и скорее всего интерес к сахару может возникнуть на уровне 12.20 11.50 то есть та линия которую вы видите повышающейся это линия так называемая инфляционная линия связанная с удорожанием контрактов или избыточной денежной массой поэтому нужно учитывать каждый раз даже во флетовой ситуации наклон торгового канала то есть по сахару скорее всего нужно ожидать повышение интереса на уровне 12 11.50 12 что и соответствует то есть виден уровень который преодолели сформирован уровень поддержки потом был пробоенный уровень и цена наш сахар ушла вверх то есть скорее всего в этой зоне 14.50 и будет наблюдаться повышенный интерес трейдеров приобретению контрактов по сахару для того чтобы больше удостовериться в текущей ситуации я продемонстрирую новостной режим по сайтам именно по продовольственной ситуации эти данные предоставлены в свободном доступе проводится анализ по законченной ситуации месяц к месяцу данные эти публикуются в открытом доступе индекс продовольственных цен фау ну и поскольку мой брокер предоставляет именно контракты на пшеницу кукурузу сою сахар то этими данными совершенно спокойно пользуюсь дата публикации измельчат сводок в начале каждого месяца индекс цен на зерновые фау снижается при увеличении запасов так называемые переходящие запасы но выше прошлогодних то есть для этого необходимо сравнивать прошлый год и текущий год все эти данные вы можете взять в открытом доступе и соответственно принимать решение по той или иной продуктовой группе то есть вот индексы продовольственные цены запасы переходящие увеличиваются индекс на 19 пунктов выше нежели чем июнь 2012 года то есть все еще наблюдается даунтренд к тому же что производство и переходящий запас именно по северному полушарию свидетельств о том что цены могут еще опуститься смотрим текущую цену на пшеницу это по пшенице то есть таким образом еще можно находиться в даунтренде если трейдер совершил продажу контрактов учитывать основные ценовые уровни четко видны уровни сопротивления поддержки и так называемые флетовая зона от которой цена каждый раз отскакивала вверх то есть на текущий момент трейдер имеет позицию по линии поддержки это 572 доллара ну так сказать ценовой коридор при аптренде с учетом пробойных значений находится на уровне 788 то есть это простой беглый технический анализ к продуктовым контрактам трейдер может еще прибавить данные ожидаемые прогнозируемые данные именно по странам потребителям это все-таки Америка Европа Северная Европа там где меньше всего производится и учитывая погодные явления и прогнозы по сбору именно местной пшеницы трейдер может принимать решение об открытии и закрытии позиции все эти данные совершенно спокойно можно взять в интернете и даже при беглом анализе и наличии торговой системы которая работает на всех инструментах трейдер получает минимальные риски по потере депозита и имеет возможность работать практически что на продажу что на покупку всегда в плюс то есть надо просто так сказать более смело торговать это уже психология и четко соблюдать правила как по психологии торговли так и по анализу текущей ситуации на рынке финансовый технический анализ практически ничем не отличаются именно техника и фундамент это понятно да то есть таким образом меня интересуют ваши вопросы поскольку вебинар подходит концу конкретные вопросы в том числе и по анализу отдельного инструмента все эти правила и описание их выложены на форекс сессии набор правил очень короткий и все эти правила очень хорошо расписаны как в интернете так и на форекс сессии я делаю пятиминутный отвечаю на вопрос прогнозу ценовых уровней по паре евро и usd на сегодняшний день ну сегодняшний день это слишком короткий таймфрейм но тем не менее давайте я сейчас включу снова терминал пару евро и usd пара евро и usd вы видите что у меня два терминала установлены это я делаю для того чтобы ускорить подачу приказов на покупку продажу или закрытие позиций один таймфрейм у меня очень длительный порядка начиная от недели работать от суток таким образом есть инструменты для анализа а есть инструменты для торговли здесь вы видите инструменты для анализа по ним не торгуют на другом терминале инструменты для торговли то есть соответственно видно что уровни по евро имеют очень хорошую поддержку даже на текущих уровнях то есть по текущей ситуации даже при хорошем хороших данных по американской промышленности это так называемая инфляционная линия наклон видно что евро корректируется можно посчитать в пунктах все коррекционные зоны это примерно 120 пунктов каждый раз около 100 пунктов и посчитать движение коррекционное которое на текущий момент то есть практически на ближайшие несколько дней коррекционный уровень может быть до 1.29 затем следует мощная зона сопротивления от которой скорее всего я буду продавать эту пару вот мощная зона сопротивления которая повторена многократно в том числе и на истории то есть скорее всего где-то 1.29 возможно евро достигнет в ближайшие дни что соответствует прежним коррекционным уровнем покупая на текущих уровнях евро считаем риск менеджмент от открытой позиции 50 ну 60 пунктов стоп вниз это 4 знак и 50 пунктов вверх то есть ситуация отношения риск потери к риску приобретения один к одному это очень невыгодная позиция этот уровень очень плотно возможно резкие движения и скорее всего я посоветовал бы работать на пробой этого ценового уровня то есть покупать выше 1.29 и продавать ниже 1.28 20 то есть вот такой текущий прогноз по паре евро и с usd это понятно да вопросы еще будут то есть любой инструмент при наличии торговой системы и правил очень легко подлежит анализу и открытию позиций я нахожусь в покупке по паре американский доллар японская иена и буду только увеличивать позицию то есть это так называемая техника пирамиды которая приводит к успеху как я уже в начале вебинара упоминал необходимо научиться бегло анализировать данные при анализе фундаментальных данных учитывать интерес аналитика который выпускает аналитику то есть если вы читаете данные прогноз там банковским барклай там или или американские банки то там прежде всего находится интерес трейдеров этого банка которые открыли позицию в частности по австралийцу и по швейцарскому франку банк аргентины ожидает диапазон по австралийцу 0.80 0.85 по отношению к доллару то есть после этого они будут менять прогноз в ту или иную сторону то есть в этом прогнозе в этой аналитике всегда находится интерес банка который эту аналитику выпускает аналитику можно читать на различных источниках ну в частности я привык пользоваться новостным режимом с сайтом форекс пиферу подписка подписка у меня на я покажу на мониторе на cityfx форекс к сожалению хром рухнул снова то есть нужно пользоваться подпиской крупных новостных агентств и анализировать данные поступающие от различных источников ну на примере том что есть новостные данные которые выпускаются сейчас я это все продемонстрирую можно получать новостной режим новостной режим в частности календарь который я показывал сейчас он у вас на мониторе можно получать новостной режим и фундаментальный анализ совершенно по различным инструментам необходимо знание английского языка это данные по рынку текущему прогнозы по практически большинству инструментов в частности по еврозоне по еврозоне это оказание помощи Греции Кипр Греция снова опять таки тянет еврозону назад то есть обязательства перед еврозоной Греция не выполнила затем читаем вновь что министр финансов еврозона заявили о том что собираются совершить влияние вливание в размере 1.8 миллиардов евро Греция то есть продолжение политики количественного смягчения Америка заявила о том что политика смягчения подходит к концу это видно по движению пары американский доллар японская иена и ожидаемым уровнем и все эти данные можно читать именно в прямом режиме читать влияние данных на рынке открываем еврозону согласие инвесторов и влияние значит если декущее значение лучше прогноза прогноз мы читаем минус 11.5 здесь хуже прогноза и хуже предыдущего значения то есть прогноз был на понижение понижение становилось еще в более выраженной форме то есть это плохо для валюты и в то же самое время понедельник 8 июля видно что евро начинает корректироваться вверх это связано именно с тем что началось заседание евро группы тем более видим ниже что выступает президент Драги дважды с перерывами затем встреча министров финансов министр финансов еврозоны данные по прежним встречам можно найти в истории это открытые публикации можно посмотреть прогноз по евро и юсд на 8 12 июля то есть на текущую неделю то есть встреча евро группы и данные по производственной зоне именно по еврозоне будут являться определяющими для движения по рынку по торговому балансу еврозоны по безработице по снижению согласия потребителей инвесторов по еврозоне снижение торгового баланса германии увеличение импорта в германию и снижение экспорта все для том что ситуация ухудшается можно посмотреть даже конкретные данные ожидаемые ценовые уровни и принять соответствующее решение значит снижение по евро и USD также способствует хороший отчет по занятости в США соответственно надо дождаться окончания встречи министров финансов еврогруппы и затем совершенно спокойно принимать решение по открытию позиции здесь также видны ценовые уровни сопротивления 28.90 выступления драги никаких новостей не было которые потенциировали евро к росту ну примерно тот же график который я рисовал на своем терминале виден и здесь тут еще дополнительно уровни фибу обозначены так называемые коэффициентные зоны то есть скорее всего евро движется вниз и нужно дождаться просто окончания встречи от любых хай с доказанными уровнями сопротивления то есть вот текущая ситуация по евро которая подтверждена многочисленными источниками то есть это позиция крупных игроков на рынке можно ознакомиться с данными от различных поставщиков новостей в частности и канадский сайт fx метрополис ком метрополис ком выбирается любая пара влияние на движение валюты данные поступают с очень небольшой задержкой то есть это вспомогательные средства для успешной работы трейдера но в основном то весь анализ делается именно трейдером вопросы будут еще таким образом если вопросов больше нет благодарю за внимание удачи в торговле на следующем вебинаре кстати осталось провести всего два вебинара в июле месяце затем будет перерыв в вебинарах до сентября по такой же схеме как сегодня я проводил вебинар члены gold club могут скачать совершенно спокойно этот вебинар скорее всего он будет завтра выложен в открытый доступ по этой принципиальной схеме я и провожу каждый вебинар то есть цены цены меняются за прошедшую неделю и основной темой последующих вебинаров будет именно анализ текущей ситуации по рынку на примере торговой системы золотой крест то есть система которая собирается по правилам уже показанным даже на простейших индикаторах торговой платформы по предыдущим вебинарам необходимо обратиться к администрации ресурсов forex ac обычно насколько мне известно данные предоставляются членам gold club и в этом случае вы можете посмотреть все вебинары которые проводились если вопросов больше нет благодарю за внимание удачи в торговле вот и все вот и все вот и все как вы там не это